И всем привет, сожжение, и сегодня мы с вами будем играть в тестинка паблик. Тут произошла обнова, и теперь, во-первых, львы могут атаковать друг друга, нажимая на левую кнопку мыши. Во-вторых, теперь все птицы, нажимая на правую кнопку мыши, могут атаковать друг друга, как в полёте, так и на земле. Но за исключением вроде бы Марабул Сторг, она вроде не может пить. Также теперь Африкан Фиш Эггл, это по-настоящему африканский рыболовный орёл, потому что он может ловить рыбу. Для этого берём его, неважно какой пол, и потом находим любое озеро, водоём, вообще любой, неважно какой, и летим туда. Потом нам нужно приблизиться поближе к воде, чтобы при ударе наши лапы её задели. И нажимаем левую кнопку мыши. У нас есть шанс, что мы поймаем рыбу, но есть шанс, что у нас будет просто всплеск без рыбы. А если у вас вообще всплеска не было, то это небольшие баги такие, либо от того, что на сервере много орлов, либо от того, что вы не достали своими лапами до воды. Но если вы не достали своими лапами до воды, это уже не баг. Вот. Вот этой рыбы хватает на очень долго орлу, но у него могут отбирать разные птицы эту рыбу. К примеру, самый опасный это Martial Ego, потому что он реально наносит очень много урона. Он может тебя убить за два удара, а в полёте так вообще за один, потому что в полёте наносится больше урона. Вот. Мы можем есть как просто стоя на рыбе, но это не всегда, как в нашем случае, она просто сзади телепается, и с ней ничего не сделать. Но мы можем нажать на буковку русскую И. И тут прилетел этот челик. Он хочет забрать мою рыбу. Нет, нет, моя рыба, быстрее, милая рыба. Ну, похоже, это был анормальный челик, который понимал, что... Своровать это плохо, потому что воруют только жулики. И мы можем так кушать. То есть нажать на русскую И или английскую Б, как бы. И тогда у нас рыба так вот свалится. Мы также можем ею кормить львов, только им это мало восполняет, и плюс это немножечко сложно съесть в некоторых случаях. Иногда тупо невозможно для них, не из-за того, что они наелись, а из-за того, что семя какая-то неровная, и рыба лежит не так, и рыба пропала куда-то, и я не знаю, честно сейчас. Ой, где рыба? Бывает такое. Также не забывайте, что львы могут вас губить. Также мы можем тут покушать. Как видите, вы друг друга убивают, нажимая на левую кнопку мыши и жрут. Так что остерегайтесь. Плюс они могут не только львов левой кнопкой мыши бить, но и других животных. А так, а у них как в саванне они вот так вот делают, и всё, в принципе. Вот. Вы также можете попробовать вот так вот делать. Но с таким шансом ещё вроде бы меньше, я не знаю, от чего это зависит, но мне в основном так мало везло рыбу. Вот видите, иногда оно не везёт. Плюс оно тратит вашу стамину, оно тратит вашу стамину. То есть, если вы неудачник немножечко, как я, то вы будете делать это долго. Но всё равно рано или поздно удача будет на вашей стороне. Ну, или, возможно, во время этой удачи на вас нападёт лев. Пойдём покормим его, что-то там. Пред. Лыба, будешь? Будешь рыбой? На, ешь. Вот. И из-за льва иногда вот сложно есть рыбу, но, как видите, он её легко ест. Вот. Но этой рыбы всё равно хватает ненадолго. Орлу — это вот как раз-таки одна рыба, а для орла это очень много. Я не знаю, вы можете практически половину заполнить одной рыбой. Вот, видите, вот. И вот так вот вы можете кормить леву. Да, не только леву. Леопардов тоже. Которые тоже на вас могут охотиться, кстати. Я вообще не понимаю людей, когда вот ты даёшь им рыбу, а они на тебя пытаются напасть. Вот. Зачем? Ну, поймаешь, вы типа рпшите, типа дикая какая-нибудь саванна, ну, типа. Ну, не просто вот игра, а именно как реальная жизнь. И вы хотите, типа, такой, не давай, не давай мне рыбу, то, в принципе, тогда не надо её есть. Зачем её есть и пытаться потом ещё убить как орла, которые даёт тебе рыбу. Вот, я сейчас попробую найти какую-нибудь... Вот, сейчас мы возьмём отсюда рыбу, чтобы сразу её съесть. Я попробую найти какую-нибудь птицу и показать вам боёвку. Вы можете атаковать в воздухе, но вам нужно быть возле птицы. А на земле вы можете атаковать когда угодно. Также вы иногда можете атаковать просто к миру львов. Хотя про львов не уверена, но у некоторых животных точно. Вот, не знаю, наносите ли им урон или нет. Не-не-не-не. Вот этот пернат... О, бегите! О, ну, оно нападает! Вот этот материал, и эго увлекает на него. О, он может у вас забрать еду. Ну, или схавать с вами. Зависит от того, насколько он жестокий. А я тебе не даёт! Не-не-не-не, это моё! Иди работай! Иди работай! Иди работай, блин, отстань от меня вообще. Сам иди себе рыбу слови. Чё вы ко мне приставите? Я хочу свою рыбу покушать. Куда-нибудь сюда спустимся. Куда-нибудь сюда. Мы скрытно жрём рыбу. Скрытно рыбу жрём. Вот, как видите, обстановит он очень много, одна рыбка. Так что, в принципе, можно нечасто ловить рыбу. Они бы хоть уже съели рыбу, но, конечно, это же нам трое было. Ага, опять, ну, там, вот так вот. Хорошо. Вот, можем попробовать на какую-нибудь орла сейчас напасть. К примеру, на вот этого. Вот, видите, он пытается... Эффекта перьев не было. Надо, чтобы был эффект перьев. Если будет эффект перьев, то вы сразу поймёте то, что вы его ранили. И всё, а тут же ничего не поднято. Потому что даже если он за вами сейчас погонится, ему, в принципе, будет очень сложно найти вот эту рыбу. Даже если вы её будете вот таскать. Плюс вы можете в траву ещё нырнуть, в куст нырнуть. Вы можете улететь от него вообще. Это очень сложно, чтобы задеть, когда вы в полёте. Потому что, если вы улетаете, ему очень сложно будет вас атаковать. Поэтому, в принципе, вы можете спокойно кушать рыбу вашу. Вот так вот ням-ням-ням-ням. И отдать их вам, если вы не голодны. Вот. Вот вам объедки. А чё вы жрёте? А не моего друга нас жрут. Ну ладно, вот этот вроде не жрёт. Я ей дам. На. Кушай объедки рыбы, пожалуйста. Я попробую сейчас кого-нибудь атаковать, к примеру, того орла. Но я пока что их не вижу тут. То есть, вы можете в полёте атаковать, а можете на земле. На земле вы можете атаковать что угодно вот так вот. Ну, вроде бы. Не знаю. Оно иногда работает, иногда нет. Если честно. Иногда можете просто атаковать даже, не знаю, никого там. А, я поняла. Смотрите. Вам всё равно нужно быть возле кого-то. Или хотя бы возле рыбы. Сожрите, пожалуйста, этого орла. Он ему надоёл уже. Тут погоня начинается вот такая вот. Но, к сожалению, в основном баталии птицы мало существует. Ну вот, он у меня, типа, как-то пытался, что-то мне сделал. Но в полёте он реально смертельный. Если он вас в полёте ударит, то у вас минус пол хп будет. Я сейчас рискую очень сильно. Типа, если будет эффект перьев, то вы его, в принципе, ударили. Но если эффекта перьев нету, значит вы не ударили его. Я не знаю, как вот тайминг выбирать. Их тут, кстати, много пособиралось. Вот, я его ударила. Там был эффект перьев. Вот, как видите, их тут очень много. Они все хотят сожрать твою рыбу. Поэтому надо пытаться их как-то убить. Они могут друг друга ещё бить. Также мы можем орлов бить своих же. Я не знаю, насколько это эффективно. Конечно, когда они забирают рыбу у тебя, это не очень. Также могут вот эти орлы подбирать рыбу. И вообще все, кто могут бить, те могут подбирать рыбу. Но они, только вот эти орлы, за которых я играю, они могут рыбачить. И, если честно, вы реально можете за какого-нибудь вот такого орла, как они играют, убить вот такого орла, как я играю. И съесть его потом. Также вы можете поиграть за голубя. Голубя вроде не могут убить любые, по крайней мере. Они могут просто над ним пытаться как-то его, типа, напасть на него. Но почему-то такого не происходит. Да уж. Вот, видите, тут часто вот... Смыся? Чего львы никого не атакуют? Я не поняла. А, наверное, лев-то нормальный. Зырьте. Зырьте-ка, как тут много. Я щас скрыть сделаю. Может пригодится. Можно превью поставлю, не знаю. Надо разный скринь сделать. Ну, тут дружелюбнили. Вот. Я становлюсь за льва и играю именно как хищник. Я не пытаюсь его убить другого льва в основном. Только если он меня пытается убить. Но на птиц я люблю охотиться. Конечно, если они мне дают рыбу, я на них не охочу, потому что... Зачем? Они шпаток тебе не будут давать рыбу. Это зависит, как тут много рыбы для льва. Плюс гну также могут убивать... Господи, что вы так... Гну могут убивать льву, потому что у них есть атака. Да, у них появилась атака вроде на левый клик, они могут просто бам-бам-бам, поэтому не стоит нападать на кучу-то, на стадо гну, потому что они вас просто раздерзают. Хотя я убила двух гну, еле-еле. Это были русские, а они сами нападали. Точнее, сначала один на меня напал, умер, я его убила. Потом второй на меня напал, умер. Потом я зареспавнилась, потому что у меня атака сломалась. Да, за львов теперь ломается тупо атака. По крайней мере, не знаю, может уже пофиксили, но... В смысле, а кто убил ее? А что, лев? Не поняла. Кто убил-то ее? Ну ага, покушали, покушали. Вот, и у львов иногда ломается атака. По крайней мере, раньше ломалась, когда вот только недавно произошло это обновление за Орлов. Просто оно произошло еще на прошлой неделе. Я даже на поза прошлой неделе не знаю. Но произошло не так уж и давно. И тогда ломалась атака львов иногда. Я не знаю, от чего зависит, сломатель твоя атака или нет, и ты тупо не мог бить, вообще не мог никого бить. Ничего делать, был тупо, тупо. Как будто играешь не за льва, а я не знаю, за кого вообще. Но так же можем попробовать напасть на какую-нибудь зебру. Не знаю, наносим ему урона или нет, но выглядит это прикольно. А ну, можем ли мы ее пополоть? Не, на Иппл что-то не действует. Погнали на гну сразу. За большую добычу возьмемся, ну это же гениально. А, ну нельзя, ладно, пойдем на зебру. Зебру тоже нельзя, что с вами не так? Как же это я здесь? Да блин, что, опять... Поняла. Короче, их походу нельзя атаковать. Можно только если рядом... Рыба, то есть... О, господи, здравствуй, чел. Ну и чего льтаешь? А, ладно. А на этом мы закончим. С вами была Соня Прокопченко. Подписывайтесь на мой канал, если вы подписаны. Ставьте лайки и всем пока-пока.